Мультфильм нашего оскароносного земляка Александра Петрова «Волга» как бы отвечает на вопрос, где как ни в столице Золотого кольца России говорить об историко-культурном наследии страны. Форум в свое время уже принимали Кострома, Владимир, Суздаль. В этот раз Ярославль собрал больше 150 экспертов по сохранению объектов культурного наследия со всех регионов страны. Для нас очень важно услышать и мнение экспертного сообщества, мнение общественников, представителей отрасли. Это такой своеобразный серьезный стимул, поддержка со стороны Федерации для сохранения нашего наследия, исторического, культурного, в полном объеме. Говоря о наследии, стоит упомянуть, что только в Ярославской области 5000 уникальных памятников архитектуры. Найти подходы для его сохранения – одна из важнейших задач экспертов в этой площадке и федеральных властей. Как отметила Валентина Матвиенко, только силами регионов эту задачу в полной мере не решить. По итогам форума мы еще очевиднее понимаем, что нужна и федеральная поддержка, федеральное участие, потому что это ответственность не только региональных властей, это наследие России. И, конечно же, надо оказывать большую поддержку. На примере этого региона мы подготовим рекомендации, мы подготовим изменения в законодательство, мы подготовим обращения в федеральное министерство, ведомство. В нашем решении все это обозначим и постараемся в полном объеме выполнить, потому что поступило очень много конкретных предложений. В частности, председатель Совета Федерации высоко оценила инициативу создания в Ростове Великом Духовного Центра России. Дожественный руководитель Первого Русского Сергей Пускипалис предложил рассмотреть на федеральном уровне инициативу реконструкции здания Волковского театра и создания в Ярославле театрального квартала. Также на пленарном заседании говорили и о развитии традиционных ремесел. Ярославский изразец, ростовская финифть, майолик, как говорил Афьянский лен, чернолощенная керамика – традиционные для нашего региона направления народных художественных промыслов. В Ярославской области работают более 600 мастеров, а также 35 организаций, которые производят ремесленные изделия. Две из них даже получают субсидии из федерального бюджета на поддержку производства и реализации своей продукции. Не ремеслом, но традиционным для Ярославской области производство можно назвать и изготовление кофе-цикорных продуктов. Его основу еще в 19 веке заложил Александр Петрович Селиванов. Мы стараемся поддерживать традиции, которые изложил купец Селиванов Александр Петрович. Он очень много поставлял своей продукции в Европу, имел медали, там и парижские медали, там и других европейских стран. У нас очень сильная команда, команда профессионалов, команда неравнодушных людей. И за счет этой команды, соответственно, вы видите результаты, которые представлены сейчас за моей спиной. В Ярославской области популяризации ремесел уделяется немало внимания. Так, в этом году 50 изделий, производимых ярославскими ремесленниками, получили статус народного художественного промысла. Он позволяет ведущим мастерам Ярославии представлять свою продукцию на знаковых мероприятиях. Кроме того, Центр развития туризма этой осенью запускает электронную витрину, которая объединит и тем самым сделает более доступной продукцию лучших мастеров народного художественного промысла региона. Посещение мест, где традиционно занимаются тем или иным ремеслом, включает в туристические маршруты по Золотому кольцу. Напомню, что форум будет проходить в течение двух дней. Заседания профильных секций и другие культурно-посвятительные мероприятия запланированы и на 30 сентября. Андрей Дец, Леденис Сахаров. День в событиях. Продолжение следует...